Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришел следующий вопрос. Как научиться доверять Богу? В этом вся суть христианства на самом деле. Потому что если научишься доверять Богу, все станет на свои места. Ты не будешь терзаться душой в завтрашнем дне, ты не будешь годами плакать и переживать о том, что случилось с тобой давно-давно-давно. Ты будешь жить днем сегодняшним, воспринимать от него все самое лучшее, все самое прекрасное. Красоту, радость, счастье, благость, любовь. Но для этого надо научиться доверять Богу. Это путь долгий. Это пути проб и ошибок. Предполагается, конечно, что ты как минимум веришь, как минимум веришь в существование Бога. Конечно, и бесы верят, и трепещут. Они только его не любят очень сильно. Но это задача минимум — верить в его существование. А дальше эта вера должна раскрыться в доверии. Видите, слово однокоренное. Как доверять? Еще одно однокоренное слово припомню. Верность. Будешь хранить Богу верность, научишься доверять. Ибо не посрамляет Господь того, кто верен Ему. Пророк, псалмопевец Давид, в каждом псалме практически пишет об этом. Если подвести общим знаменателем, можно сказать его словами. «На помощь Твою, Господи, надеюсь, Господь твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Что такое рог спасения? Наверное, стоит объяснить. Если преступник хватался за жертвенный рог в Иерусалимском храме, его не могли убить. Недолго там стояли, ожидая прощения. Бог — это тот рог спасения, за которым мы цепко держимся и надеемся, что никакие земные беды нас не сломят. Я сказал вначале, что это опыт непростой и многолетний. По себе могу сказать. Я же теоретически вроде бы как подкован во всем этом. И псалмы читал, и догматическое богословие, и святых отцов, и с людьми общался, которые хранили верность Богу и доверяли Ему. Но как только сам попадаешь в сложные жизненные обстоятельства, начинаешь думать, да что ж ты такое? А где же Господь? Ну, ежикам же понятно, что невозможно эту ситуацию никак разрешить. Потому что здесь вот этот человек стоит, который тебя ненавидит. Здесь вот этот. А здесь вот этот пакостидеет. Все против тебя. А ты сейчас слаб. Ты лишен всего. Ты в течение нескольких месяцев лишился все, что у тебя было. Как, допустим, праведный Иев. Только так. В миниатюре. Потому что те скорби, которые претерпел он, не каждый из нас в состоянии претерпеть. Но думаешь приблизительно так же. Все пропало. Восстановить невозможно. Человеческим умом же ж. А может, люди не глупые? Ну, ясно. Тут потерял, тут потерял. Все потерял. Жизнь надо начинать с белого листа. А не хочется. Да и невозможно же это. Это невозможно с точки зрения банальной эрудиции. Молись, не молись. Пастись, не пастись. Ну, как-то по инерции молишься. По инерции причащаешься. По инерции в храм ходишь. По инерции ходишь. Ездишь по святым местам. За скобки повествования своего скажу. Насколько важна привычка к доброделанию. Такая некоторая внутренняя молитвенная дисциплина. Даже когда уже сил внутренних нет. Не молиться. Не соблюдать какие-либо заповеди. Все равно ты по инерции уже не так быстро, если хотите. И не так усердно. Но все равно идешь по направлению к Богу. Где-то там задним умом. Огорчаясь и обижаясь на него. Думаю, ну что ж ты. Не мог помочь. Не мог подстелить соломочку там, где я упаду. Ты же все знал. И так и живешь. Вроде бы вчера еще доверял. А сегодня, попав в сложные жизненные обстоятельства, как-то доверие ушло. И тут в течение дней, часов, даже не месяцев, все к лучшему преобразуется. Там, где ты думал, невозможно ничего изменить. Тут какие силы стоят за этим, как карточный домик разлетаются. Подул ветер, и нет никого. И все исправляется, все улучшается. Ты просил одно, получаешь в сто раз больше. И стыдно, безумно стыдно. Вся твоя сила, все твои знания, они были посрамлены. Ты думал, что Бог не может вмешаться в твою жизнь. А Он, Он-то может. Если хотите, ждет того момента, когда ты поймешь, что сейчас тебе помог только Бог. Ни связи, ни деньги, ни твой интеллект, ни родители, ни жена, никто. Только Бог мог изменить эту ситуацию. И Он изменил. Ну, вы же понимаете, что если задействовано огромное количество людей и ситуаций, то нельзя изменить это в секунду. Должно что-то пройти какое-то время. Наберись терпения, и второй замечательный христианский добродетель и долго терпения. И дождешься желаемого, и получишь больше, нежели просишь, если будешь просить правильно. Как правильно просить? Во-первых, уже если получишь желаемое, то не употреблять по похотям плоти, и гордости отчез, и гордости, похотя отчез и гордости житейская, как пишет апостол Иоанн. А во-вторых, искать волю Божией. Господи, я знаю, чего я хочу. Если есть эта воля Твоя на небесах, то пусть она вот такая будет на земле. Если угодно Тебе исполнить мое желание, пусть оно исполнится. А если не угодно, то пусть будет Твоя воля. Это очень тяжело, на самом деле, дать свободу действовать Богу в Твоей личной жизни. Очень тяжело, потому что тебе всегда кажется, что ты правильного желаешь. Ты умнее. Ты знаешь, чего ты хочешь. А что там Господь для меня хочет? Ну, если Он мне даст то, что хочет Он, то понравится ли мне это? Вряд ли, думая мы, пытаясь Творца осмыслить умом творение. И негодуем, и ворчим, когда не получаем быстро желаемого и того, что нам действительно необходимо. А через несколько лет ты понимаешь, что то благо, неимоверное, которое нельзя никакими усилиями человеческими получить, трудясь годами, но которое ты получил даром, ты не смог бы получить, не пережив вот эти сложные жизненные обстоятельства год или два назад. И по факту ты оказываешься на даже невообразимой высоте, о которой мечтать даже не мог, но только потому, что ты Богу доверял, верность Ему хранил и надеялся на разрешение ситуации именно Богом. Но при этом все равно внутри сомневался. И вот эти сомнения, опыт сомнений, плод ошибок трудных, складывается в твой жизненный опыт, в твоем сознании, ты понимаешь, что Господь никогда тебя не посрамит. Вот это через опыт стыда, если хотите, через опыт осуществления каких-нибудь мечт, через опыт реализации каких-нибудь интересных проектов и вообще, допустим, твоей семейной жизни, но который не был виден тебя сразу, но который был дарован тебе Богом. И тогда ты уже перестаешь сомневаться в его милосердии, в его всемогуществе. И уже со временем в какой бы жизненной ситуации ты ни находился, ты говоришь, Господи, да будет воля твоя. Да я вижу, что тут делать ничего не смогу. С одной стороны, ты сделал из себя все, что можно было сделать. Абсолютно все. Вот. Дальше отдаю тебе. И получилось, слава Богу, не получилось. Тоже, слава Богу. Вот это некоторое благодушие является доверием Богу. Желаю каждому из вас довериться Богу до конца. Искать того, что Он хочет для нас, а не мы хотим от Него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok